Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Речь президента Республики Западной Армении Лития Маркусян на мероприятии, посвященном 30-летию Союза Армении. ЮНЕСКО обоспокоено сообщениями об уничтожении культурных ценностей в Арцахе. На фоне разрушенных домов надежда на возвращение в Арцах не угасает. Армяне не осознают свою силу и потенциал. Армянская община может преобразовать механизм правосудия Луис Морено Акампо. Борьба за турецкую независимость или очередной акт киноцида. Армянские дети в сиротском приюте Иерусалима, 1918 год. К судьбе армян Ливана царит безразличие, даже на уровне оппозиции Степан Данилиан. На мероприятии, посвященном 30-летию Союза Армении, президент Западной Армении Лития Маркусян подчеркнула, эксистенциальная борьба армянского народа основана на наследии выживших после геноцида. Мы все потомки переживших геноцид. Вместо того, чтобы жить на своей родине, мы разбросаны по всему миру как эмигранты. Борьба за наше право на существование имеет жизненно важное значение, поскольку это единственный путь к восстановлению нашей нации. Мы, представители Западной Армении в Организации Объединенных Наций, считаем своей миссией защиту прав и национального наследия армянского народа, который из-за постоянно повторяющихся планов геноцида находится под постоянной угрозой. С 1994 года различными способами продолжается реализация этих программ, что привело к перемещению армянского населения и лишению родины. Сегодня армянское население Арцаха, подвергшееся депортации, находится в изгнании и вдали от своей родины. Мы имеем право защитить нашу идентичность, национальные знания и культурные ценности, как столпы нашего существования. Это борьба наше присутствие и будущее. Арцах уже много лет находится в центре внимания ЮНЕСКО. Организация обеспокоена сообщениями о предполагаемом уничтожении культурных ценностей различного происхождения и типов. Об этом в беседе с Армией пресс заявила директор Организации ЮНЕСКО по культуре и чрезвычайным ситуациям, секретарь газской конверции 1954 года и двух протоколов к ней 1954 и 1999 годов Кристо Пикат. Отвечая на вопрос, какова позиция ЮНЕСКО по вопросу о том, что после развязанной против Арцаха в сентябре 2023 года военной агрессии, Азербайджан взял под полный контроль территорию Арцаха и начал систематически уничтожать местное армянское культурное наследие. Пикат ответил, что регион Арцаха уже много лет находится в центре внимания ЮНЕСКО. Мы получили сообщение от всех заинтересованных сторон о предполагаемом уничтожении культурных ценностей различного происхождения, видов и разновидностей. Именно поэтому ЮНЕСКО с беспокойством держит ситуацию под контролем. Пояснив, генеральный директор ЮНЕСКО также выразил желание во время последнего конфликта направить техническую миссию ЮНЕСКО в регион для оценки ситуации и понимания потребностей и того, как ЮНЕСКО может помочь сохранить и защитить этот разнообразный регион. Из видеороликов, опубликованных несколько дней назад азербайджанцами, стало известно, что в оккупированном Степанакерте Азербайджан уничтожил новый квартал площадью около 65 гектаров. Геноцидальный Баку таким образом пытается оказать психологическое давление на насильственно перемещенных армян Арцаха. Несмотря на давление и насилие со стороны Азербайджана, надежда на возвращение армян Арцаха остается непоколебимой. На фоне разрушения домов и репрессий со стороны Азербайджана, армяне Арцаха продолжают верить, что однажды вернутся на свою землю и родину. В преддверии конференции ООН по изменению климата КОП-29 бывший генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо инициировал медиакомпанию с требованием освобождения содержащихся в Азербайджане армянских заключенных. Окампо подчеркивает, что эта борьба важна не только для армян, но и для всего человечества. Борьба с насилием и несправедливостью – это общечеловеческая ценность, и я горжусь, что поддерживаю армян, помогая подчеркнуть их потенциал в сфере правосудия. После падения Арцаха Окампо участвовал в процессе освобождения армянских пленных, инициировал кампанию с различными хэштегами. Окампо стремится разбудить людей, поднимая в средствах массовой информации вопрос о пленных. Окампо отмечает, что противодействие кампании со стороны Азербайджана, называющего ее армянской мафией, свидетельствует об успехе кампании. Армяне должны понимать, что опасность геноцида не только в прошлом. Освобождение заложников или мирные соглашения могут не разрешить конфликт. Чтобы предотвратить будущее, угрозы армяне должны продолжать свою борьбу. По случаю Дня Турецкой Республики, министр национального образования Турции Юсуф Теким поделился в социальных сетях фотографии, где ученики Адыямана изображают силуэт Атта Турка своей тенью. Это организованная акция, направленная на символическое празднование 101-й годовщины республики. Однако за великолепием так называемой войны за независимость скрывается мрачная и часто забываемая правда, в совершенной против армян и греков систематическое насилие и геноцид. Представленное изображение призвано отразить героический момент борьбы Турции за независимость. Однако на самом деле оно скрывает те страницы насилия, которые сопровождали геноцид в отношении армян и греков. В предыдущие годы основание республики в период с 1915 по 1923 год геноцид стал частью освободительной борьбы, уничтожив около полтора миллиона армян. Фотография Ататурка, на которой он изображен на символической высоте с задумчивым видом, на самом деле поражает идеологию, оправдывающую уничтожение многих наций во имя создания однополого турецкого государства. Поскольку армяне сегодня помнят перенесенные ими страдания, важно раскрыть эту забытую истину, обеспечив справедливость и всемирное признание этих темных неоправданных страниц. Фотография сделана в сиротском приюте Иерусалима в октябре 1918 года. Трогательное свидетельство болезненных, но гордых страниц армянской истории. Изображены армянские дети, которые проходят ряд физических упражнений, создавая видимость, что строят сильные и выносливые тела. На лице можно почувствовать потерю и стремление к возрождению целой нации. Свет и гордость, сияющие в их глазах, свидетельствуют о воле и стойкости армянского народа. В результате совершенного против армян геноцида, осуществленного Османской империей, в 1915 году тысячи армянских детей были лишены родителей домов и детства. Многие дети оказались в приютах, в основном в чужих странах, вдали от родной земли. Армянская община Иерусалима приняла детей с особой заботой, предложив им убежище, образование и окруженную любовью среду. Армянских детей пытались обучать и воспитывать. Немаловажно было их физическое развитие, поскольку физическая сила и сила духа были гарантией их безопасности. Обучение и тренировки, проводимые в приютах, стали школой мужества для будущих армянских молодых людей. Там они научились стойкости, дисциплине и национальному самосознанию. Фотография армянских детей в сиротском приюте Иерусалима 1918 года «Историческое свидетельство силы воли и верности Родины». Бомбардировки и многочисленные жертвы в Ливане. К судьбе армян Ливана в Армении царит абсолютное безразличие, даже на уровне оппозиции. Это абсолютное и феноменальное уничтожение национальной солидарности, которое началось не только с безразличия к судьбе арцахцев, но и с искусственно генерируемой вражды. О существовании армянского народа как национальной единицы уже можно говорить с глубоким сомнением. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!